Вот уже на протяжении нескольких месяцев в ТикТоке, да и в других сервисах вертикальных коротких клипов, вирусится загадочная песня под названием «Дымо». Её вы наверняка слышали, если заходили посмотреть видео в свободную минуту. Эта песня стала настоящим мемом, поэтому мы решили посвятить этому феномену отдельное видео. Здесь мы расскажем всё, что знаем про исполнителя этого трека, который на самом деле очень таинственный персонаж. Что ж, давайте приступим. Но перед тем, как мы начнём, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.ref – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод DPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Клип на этот трек появился 11 августа. Да-да, у хита Дымок есть клип. И в первую очередь при поиске трека вылезает именно он. На нём на данный момент чуть больше 5 миллионов просмотров. Однако хайп вокруг трека поднялся большой. А значит в скором времени и просмотров станет намного больше. На трек уже успели отреагировать многие именитые стримеры и блогеры. Вот, например, упоминание мема от Братишкина. Алло, ребята, я укурился на... Чё с... Ебать, дымок, блядься! Ебать! Вот реакция пятёрки. Прибило так, что всё равно. Ну и, наконец, реакция от Никса. Ицик Циппер и Игорь Циба. Лайк. Ицик Циппер и Игорь Циба – это два псевдонима одного и того же человека. Просто музыка у них немного отличается. Можно сказать, что Ицик Циппер – это нечто более современное. В его музыке можно найти влияние хаоса, хип-хопа и R&B. В целом, этот проект чуть более популярен, если посмотреть на цифры просмотров клипов. На новых видеоработах не бывает меньше сотни тысяч просмотров. Вот, например, второй по популярности клип Нефертити. В то же время, именно у Игоря Цибы треков намного меньше. И в его стиле куда больше чувствуется влияние шансона и блатной музыки. В целом, это влияние есть и у Ицико Циппера. И на наш взгляд, именно поэтому трек «Дымок» так завирусился. Блатные строчки про употребление запрещенных веществ под хаус бит, да ещё от весьма взрослого человека. Это звучит и выглядит очень интересно. Пользователи в сети часто снимают видео, где говорят, что именно этот трек спасает их от тревожности и депрессии, ведь обладает успокаивающим эффектом. А также делают просто другие мемы. Как на самом деле зовут артиста, неизвестно. Скорее всего, его имя Игорь. А вот фамилии, ровно как и других данных о его личности, нет в открытом доступе. Где-то написано, что он 63-го года рождения. Но, скорее всего, эта информация не точная. Также не совсем понятно, где проживает Игорь. В его клипах очень часто мелькает город Одесса. А также город Кастанай, что в Казахстане. Скорее всего, артист родился именно в Одессе, потому что у него есть строчки об этом в треке «Пересыпь». И, видимо, часто там бывает. Но работать ему всё же приходится в Казахстане. Мы сделали такой вывод, потому что его команда, а именно битмейкеры и звукоинженеры Амиско Битц и видеографы Брэд Бойс Бэнд, находятся в Казахстане. На канале у последних он тоже часто появляется в клипах. И интересна одинаковая манера съёмки видеоработ. Почти во всех клипах, если там нет сюжета. Камера просто следит за тем, как Игорь гуляет по городу, а также снимает его на фоне интересных локаций. Возможно, из всех треков Игоря лучше всего завирусился именно дымок, потому что там есть интересный сленг. Например, автор использует в песне довольно устаревший термин «афганка». Если вы хотите узнать про все значения этого слова, среди которых есть и неожиданные, то переходите в телеграм-канал Громотей, который посвящён русскому языку и интересным фактам из него в контексте музыкальной индустрии. Ссылка на канал в описании ролика. Кстати, у артиста, видимо, есть и еврейское происхождение. Не только потому, что он использует характерное междеметие «Ой-Вэй», но и потому, что часто упоминает это в треках. Например, у него есть песня и клип «Дядя Изя Патриот», где по сюжету два еврея спорят, какой город главный – Москва или Санкт-Петербург. В общем, Ицек Ципер, видимо, почувствовал формулу хита. Буквально пять дней назад у него вышел трек «Эклип Стамбул». Локации – улица самого Стамбула. А мы идём по берегу моря, мосиком улыбаясь. На сегодня у нас всё. Как вы думаете, сможет ли Ицек Ципер взорвать с ещё одним хитом? Пишите своё мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!